Бюджет Забайкальского края увеличивается на 1 миллиард 700 миллионов рублей, как в доходной, так и в расходной части. Это безвозмездные поступления с федерального центра. Изменения в краевой бюджет сегодня депутаты приняли сразу в двух чтениях. Средства пойдут на увеличение заработной платы работников в бюджетной сферы и на социальные нужды. Большая часть средств это дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов в сумме 993 миллионов рублей. Это помощь субъекту для реализации полномочий по выплате заработной платы не ниже уровня минимального размера платы труда. Плюс на выплату и районного коэффициента, и на два ваг северных. На это начиная с 1 мая. Поэтому существенная сумма. Кроме того, 600 миллионов это прочие межбюджетные трансферты, из которых большая часть это средства в сумме 430 миллионов рублей. на решение вопроса с образованием мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей возраста от двух месяцев до трех лет. В целом бюджетная ситуация остается крайне сложной. Это и блокировки счетов бесконечные. Одни снимаются, другие новые появляются. И этот процесс пока динамики положительной по нему нет. Любое повышение это повышение. Нашему региону необходимо изыскать дополнительные средства для самых незащищенных граждан. Сделан маленький, но все же шаг в сторону большей социальной справедливости. Кроме того, деньги будут направлены на лекарственное обеспечение и возведение пяти фельдшерско-акушерских пунктов в районах. Краевой парламент в нынешнем составе будет работать до начала сентября. Сегодня законодательное собрание назначило выборы депутатов регионального парламента третьего созыва, которые состоятся 9 сентября. Мы даем старт избирательной кампании. У нас есть схемы распределения округов. И там за пять лет построены новые дома. В эту схему заводятся как раз адреса вот этих домов, чтобы наши забайкальцы могли проголосовать. Решением депутатов в ближайшем будущем три семьи, которые вложили в строительство домов и были обмануты, получат квартиры. Законопроект, который сегодня приняли в двух чтениях, таким образом защищает права инвалидов третьей группы и опекунов несовершеннолетних граждан. Была создана инициативная группа, которая вратилась Наталья Николаевна Ждановой. Наталья Николаевна Жданова рассмотрела этот законопроект и направила к нам в комитет. Мы оперативно рассмотрели этот закон, внесли сегодня, я надеюсь, мы его примем в двух чтениях. Обманутых удочков у нас осталось вообще не так много. Их осталось 128 плюс 3. Мы все они на учете, мы этим вопросом занимаемся. В поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для увековечивания памяти Геннадия Головатова, Краевой парламент принял решение учредить премию имени Забайкальского поэта и писателя. Премии в размере 25 тысяч рублей будут вручаться по трем номинациям – литература, декоративно-прикладное и исполнительское творчество. Я думаю, приняв этот законопроект, мы подвигнем людей с инвалидностью, поскольку им только будут вручаться премии Геннадия Алексеевича Головатова – заниматься творчеством. Творчество, все мы знаем, это одна из тех ниш, одна из тех возможностей, где инвалиды могут поспорить со здоровыми людьми. Мы предусмотрели помимо дипломов статуэтки, которые изготовлены по эскизам Геннадия Алексеевича Головатова. Рассмотрели сегодня и проект, постановление, благодаря которому вокруг Читы появится зеленый пояс. Был принят федеральный закон в 2017 году о создании лесопарковой зоны вокруг крупных населенных пунктов. Основываясь на этом законе, федеральные представители активисты Народного фронта совместно с общественной палатой приняли решение о создании лесопарковой зоны вокруг Читы и направили, согласно закону, к нам в комитет. Была создана хорошая рабочая группа со специалистами и на базе Чеченского института природных ресурсов мы это рассматриваем. Сейчас, буквально на прошлой неделе, комитет принял решение внести на пленарное заседание этот вопрос. Площадь лесопаркового пояса вокруг Читы составит более 21,5 тысячи гектаров. В случае положительного решения на этой территории будет запрещена любая хозяйственная деятельность и строительство, без особых разрешений, предусмотренных федеральным законодательством. Сегодня депутаты рассмотрели более 40 вопросов. Последняя сессия Законодательного собрания Забайкальского края второго созыва состоится в июле. Екатерина Станиславская, Анатолий Тюльнев. Время новостей.